Здравствуйте, друзья, любители текстиля! Сегодня у нас будет практическое занятие, где я научу вас, как определить толщину нити, ее линейную плотность или номер. Для кого-то, может быть, это слишком просто, а кому-то может и пригодиться в следующих случаях. Например, для того, чтобы увидеться, что вам поставили именно ту пряжу или нить, которую вы заказывали. Если вы хотите определить, какая нить использовалась в данной ткани или в изделии. Если у вас есть бобина с пряжей, а бирка от бобины потерялась. Или, например, если вы вяжете, у вас есть клубок с пряжей, и вы хотите определить, сколько там метров. Если вам необходимо определить линейную плотность пряжи по ГОСТ, то для этого вам понадобится вот такое промышленное мотовило, где нам будет необходимо намотать 100 или 50 метров пряжи с 5 мотков, потом взвесить их и определить среднюю линейную плотность. Но такая возможность есть не у всех, так как не у каждого дома или даже на работе есть мотовило. Поэтому я вам покажу более простой способ. Давайте, к примеру, определим линейную плотность пряжи на этой катушке и сколько метров пряжи для вязания в этом клубке. Так, вот у меня есть метровая линейка, и я отмеряю 1 метр пряжи. Отмеряю его и отрезаю. Чик-чик-чирик. И так же я метр пряжи отмеряю с поковки, с другой. Раз, два. И тоже отрезаю. Два образца по метру пряжи. Теперь я взвешу полученный образец пряжи на весах. Смотрим значение показателя. 0,239 грамм. Первый образец. И второй образец. 0,197 десятитысячных. Записываем эти показатели. Для того, чтобы определить, сколько грамм пряжи в клубке или на паковке, мы взвесим этот клубок. Запишем полученное значение 47,5 грамм. Взвесим катушку с пряжи. 63,78 грамм. Ну и для того, чтобы точно определить массу пряжи, нам нужно взвесить и пустую катушку. 40,73. Осталось перевести полученные значения в тексты или в номера. А после взвешивания хлопчатой бумажной пряжи, 1 метр весил 0,197 грамм. Мы знаем, что тексты это грамм на километр. То есть, сколько грамм весит 1 километр. Раз у нас 1 метр весит пряжи 0,197 десятитысячных, то для того, чтобы получить значение в текстах, нам нужно умножить на тысячу. Перенести запятую на три знака. Получается, что линейная плотность такой пряжи равняется 19,7 текст. Это было очень приближенное значение. Мы взвесили всего лишь 1 отрезок метр. Поэтому предполагаю, что эта пряжа 20 текст. Аналогичным образом определим линейную плотность или толщину этой пряжи для вязания. Ее масса получилась 0,239 грамм. Умножаем на тысячу и получаем, что линейная плотность этой пряжи 240 примерно текст. Кто привык использовать номера, очень легко переводим линейную плотность в номера, исходя из вот этого соотношения. Номер умножить на линейную плотность равняется 1000. Соответственно, номер будет равен 1000 разделить на 240 примерно 4,2. Итак, номер этой пряжи для вязания 4,2. Теперь определим, сколько же метров пряжи в этом мотке. Линейная плотность 240 текст. Масса этого клубка 47,5 грамм. Делим 47,5 на 240 и получаем, что длина нити в этом клубке равняется 0,197 километра или примерно 200 метров. Так, теперь осталось определить, какая же длина пряжи на этом конусе. Полная упаковка весит 63,8 грамм, пустой бумажный конус весит 40,73 грамма. Значит, чистая масса пряжи на упаковке 23 грамма, а линейная плотность этой пряжи 20 текст. Таким образом, 23 мы делим на 20 и получаем 1,15 километра или 1150 метров пряжи на этом конусе. Если у вас нет возможности измерить массу 1 метра пряжи с такой высокой точностью, просто нет таких весов, то можете на обычных кухонных весах взвесить 10 или 20 метров пряжи. Соответственно, полученное значение разделить на 10 или на 20 и умножить на 1000 для того, чтобы перевести в линейную плотность или текса. Друзья, теперь вы знаете, какая длина пряжи на этих упаковках и, соответственно, можете посчитать, какое изделие можно связать, например, от этого мотка пряжи. Если же вы хотите узнать больше о текстильных материалах, я приглашаю вас записываться на мои авторские курсы, которые так и называются «Текстильные материалы с комфортом по жизни» и пройдут они в мае этого года. Всего хорошего! Всем привет!